Всем привет. Эдмонтон, административный центр канадской провинции Альберта. Население, 817 тысяч. Человек. С пригородами 1,16 миллиона. 2012. Город расположен на реке Норд-Соскачиван. Считается, что первым европейцем, посетившим район нынешнего Эдмонтона, стал в 1754 году английский исследователь Энтони Хендей. Сведения о посещении района охотниками и торговцами из Новой Франции во второй половине 17, начале 18 веков не имеют достаточных подтверждений. Эдмонтон был основан в 1795 году компанией Гудзонова залива. Форт получил название в честь города Эдмонтон. Большой Лондон. Откуда был родом сэр Джеймс Вентюр Лейек, управляющий компанией. Форт Эдмонтон, который стал местным центром торговли шкурами, был опорной точкой на пути пионеров, обосновывающихся на севере и западе Канады. Так как правительство предоставляло колонистам земли по низкой цене, город стал быстро развиваться, особенно после строительства. В 1885 году. Железные дороги. Эдмонтон официально был провозглашен городом в 1892 году и насчитывал 700 жителей, к 1904 году число горожан уже превышало 8000. В 1906, спустя год после образования провинции Альберта, Эдмонтон превратился в административный центр. Первая библиотека нынешнего Эдмонтона была основана в 1913 году, однако административно она принадлежала Стратконе, объединенный с Эдмонтоном годом ранее. Экономический бум предвоенных лет. К 1914 году в городе проживало свыше 72 тысяч человек. Сменился резким спадом, в первую очередь, из-за лопнувшего пузыря цен на рынки недвижимости. Уже к началу 1917 года население сократилось до 54 тысяч. Возрождение города началось только в конце 1940-х, когда в его окрестностях были открыты крупные месторождения нефти. Новый экономический бум не заставил себя ждать, в течение 1950-х городское население выросло со 150 тысяч до 270 тысяч человек. После некоторого застоя в 1960-х, городская экономика продолжила свое стремительное развитие, благодаря топливному кризису и росту цен на нефть. Падение мировых цен на нефть во второй половине 1980-х обрушило экономику Эдмонтона. Восстановление городской экономики началось лишь в начале 2000-х, ему способствовали как рост цен на нефть, так и внедрение в жизнь новых технологий по разработке нефтеносных песков. В настоящее время Эдмонтон является одним из наиболее быстро развивающихся городов Канады, с процветающей постепенно диверсифицирующейся экономикой. Эдмонтон расположен на севере Великих Прерий, в 220 километрах к востоку от канадских скалистых гор, на берегах реки Норд-Соскачеван. Город находится в зоне континентального климата, с сухой, морозной зимой и теплым, умеренно дождливым летом. По данным переписи 2012 года в Эдмонтоне проживало 817 498 человек, в Эдмонтонской агломерации 1,16 миллиона. Расовый состав населения. Белые – 71,8%. Индийцы – 5,3%. Азиаты – 16,3%. Чернокожие – 2,6%. Большинство белых горожан – потомки выходцев с британских островов из Германии. В Эдмонтоне имеется больше. Я – украинская община. 13,9% населения. В городе находится канадский украинский архив и музей. Средний возраст горожан – 35,3 года. Уровень преступности высокий, что типично для крупных городов канадских прерий. Эдмонтон – главный экономический и транспортный центр Северной и Центральной Альберты и главный Центр нефтегазовой промышленности провинции, а в 1940-50-х годах он даже был известен как нефтяная столица Канады. Несмотря на то, что город является крупным центром нефти и газовой промышленности, экономика Эдмонтона хорошо диверсифицирована, развиты производственные и финансовые секторы. Эдмонтон также является одним из главных образовательных и исследовательских центров Канады. Здесь, например, размещен Канадский институт нанотехнологий. В Эдмонтоне также была основана известная компания BioWare, занимающаяся производством компьютерных игр. В 2007 году Financial Times признала Эдмонтон самым привлекательным для инвестиций городом в Северной Америке. Международный аэропорт Эдмонтона, расположенный в 26 километрах к югу от центра города, обслуживает около 8 миллионов пассажиров ежегодно. 2014. Регулярные рейсы выполняются по более чем 50 направлениям в Северной и Центральной Америке, а также в Лондон, Рейк-Явик и Амстердам. Аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы и может принимать самолеты любых размеров. Ан-225 Мрия садился в аэропорту Эдмонтона несколько раз. Эдмонтон является одним из крупнейших железнодорожных узлов Канады по объему проходящих через него грузов. Трижды в неделю на городском железнодорожном вокзале останавливается пассажирский поезд Ванкувер, Торонто. Система общественного транспорта Эдмонтона находится под управлением организации Edmonton Transit System и включает в себя более 200 автобусных маршрутов и две линии скоростного трамвая. 18 станций. В 2020 году планируется открытие еще одной линии. 12 станций. До 2009 года в городе использовались троллейбусы. В 2001 году в Эдмонтоне на стадионе Содружества состоялся чемпионат мира по легкой атлетике. Турнир впервые проводился на территории Северной Америки. В 2005 году прошел чемпионат мира по полумарафону. В городе базируется клуб НХЛ Эдмонтон Уэйлерс, который является пятикратным обладателем Кубка Стэнли. 1984-1985-1987-1988-1990. Одним из высочайших зданий Эдмонтона является башня Эпкор Тауэр, где расположены офисы Эпкор Ютилитис, Капитал Пауэр, Эорнст энд Янг, Интуэт и Байоу Вэйр. Национальный парк Эпкайланд или парк Лосиный остров, расположен в центральных регионах Канады, в 35 километрах восточнее Эдмонтона. Его территории находятся в провинции Альберта вдоль шоссе Желтое шоссе. Общая площадь парка – 194 километра. В парке сконцентрированы экосистемы северных плато, среди них зоны прерий, бареальных лесов и пастбищ. Национальный парк Эпкайланд расположен в области Биверхиллс, где преобладают осиновые заросли и водно-болотные комплексы. Здесь сконцентрированы огромные поголовья лосей и зубров. Вест-Эдмонтон Молл, расположен в канадской провинции Альберта, является крупнейшим торговым центром Северной Америки и десятым по величине в мире. Площадь составляет около 570 тысяч метров. Здесь разместилось более 800 магазинов, а парковки мало способны вместить 20 тысяч автомобилей. Число ежедневных посетителей этого торгового центра достигает 150 тысяч. Вест-Эдмонтон Молл был открыт в 1981 году и сразу же попал в Книгу рекордов Гиннеса. Помимо магазинов, на территории торгового центра размещается множество различных достопримечательностей. Среди них, Галаксиленд, второй по величине крытый парк развлечений в мире, который предлагает своим посетителям прокатиться на одном из 24 экстремальных аттракционов. На территории торгового центра также находится Всемирный аквапарк площадью 20 тысяч. М. Множество кинотеатров, ресторанов и развлекательных центров. Города-побратимы. Эдмонтон является городом-побратимом следующих городов. Канада-Гатино-Канада. 1967. Китай-Харбин. Китай. 1985. Соединенные Штаты Америки-Нашилл. США. 1990. Республика Корея-Ван-Джу, Республика Корея. 1998. Нидерланды-Берген-Обзом, Нидерланды. 2013. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok